Миша, можно, да? Да, можно, пошло. Итак, согласно приказу 260-го, массаж лица выполняется 15 минут. Желательно делать его после массажа воротниковой зоны. Итак, прежде чем делать массаж лица, в косметической практике, лицо нужно прогреть. Прогревается либо парафином, азокеритом, лечебной грязью. А проще в домашних условиях, это можно взять махровое полотенце, смочить в воде, температура 50-60 градусов, с добавлением каких-нибудь рецептурных добавок, или травянистых, или минеральных, отжать и положить на лицо 2-3 минуты. Потом второй раз повторить, чтобы вызвать усиленный прилив крови. Потом обвязывается косыночкой волосистая часть головы, то есть волосы, чтобы не лезли на лицо. И делается массаж. Начинается, как всегда, с поглаживания. Поглаживание делается в таком порядке. Сначала шея, потом нижняя челюсть, потом верхняя челюсть и лоб. И так поглаживание, на поглаживание тратится 15 минут, секунд. В каждой части. Я выполняю сейчас ладонные, обхватывающие, по направлению, видите, ключицы. Выполнил каждую рукой 5-7 таких поглаживаний. Перехожу на пальцевое, спиралеобразное в том же направлении. Повторяю конфигурацию этого несчастного тела. Вот я, считайте, одну половину, одну четвертую часть сделал, вторую начинаю. Контролирую прикосновение всех пяти пальцев. Три, четыре, возле ушей поворачиваясь и плакивательная мышца вниз. То же самое, это повторяем 4-5 раз. Мы сейчас 4-5 раз повторять не будем, потому что движение простое. И переходим на третий этап. Третий этап идет от спинки носа через верхнюю челюсть или щеки. Четыре, на височке. Четыре, тоже контролируем прикосновение. Четыре выполнили, и прикосновение всей руки. И переходим, то же самое, 4-5 раз повторяем. И последний этап поглаживания, это крестообразно поперек морщин или вдоль морщин. Четыре раза сделали, выполнили сюда. И тоже повторяем, 4-5 раз. Короче говоря, на каждом участке из этих частей тела выполняем то, что я показал, 4-5 раз. Второй этап растирания, он начинается в обратном порядке и длится по времени в 2 раза больше, то есть 2 минуты. И вот мы растираем, смотрите. Я большие пальцы поставил на волосистой части головы и выполняю пальцевое, прямо линейное, встречное движение. На каждой части движения выполняют 4-5 таких движений. Смещение вправо или влево. Ну, это довольно-таки простое движение, поэтому вы же себя уважаете, поэтому вы должны уметь выполнять и хотя бы второе растирание. Растирание подушечками пальцевым называется спиралеобразное. Тоже перемещаясь от волосистой части головы к бровям и обратно. От середины лба к виску и обратно. Ну, пациент сейчас чувствует, что это не поглаживание. Правда? При грубом лице можно выполнять растирание, знаете, гребнями согнутых пальцев. Разница небольшая, но массажисту легче. Итак, выполнили растирание лба, переходим на растирание бровей. Безинцами прикасаюсь к щекам, указательные пальцы ставлю на верхний край глазницы и выполняю растирание бровей. Можно частью по 23 сантиметра делать, а можно всю бровь растирать большими пальцами. Выполнил 5 таких растирающих движений. Теперь выполняю щипцеобразные поглаживания. После этого идет растирание переносицы 4-5 раз с переходом на нос. Нос можно выполнять с каждой стороны двумя-тремя пальцами, если это позволяет размер носа. Помните, что нос состоит из костной части и хрящевой, поэтому без фанатизма прорабатывайте. После проработки носа идут щеки. Здесь в основном выполняются два приема. Вот я выполняю пальцевое, кольцеобразное с перемещением на височке или встречное, штрихующее. Этапность та же самая, что при поглаживании, только в обратном порядке. После четырехкратного повторения спиралеобразного или кольцевого с пальцевым штрихующим переходим на нижнюю челюсть. Затем переходим к тем же движениям на шею. Но на шее можно выполнить и спиралеобразное с тоже растиранием. Затем идет переходное поглаживание. Тут повторять уже 4-5 раз не надо. Выполнили один-два раза и этап переходной заканчивается. Начинаем разминание. Разминание начинаем точно так же, как растирание. Но здесь уже применяется подвижка кожи. Выполнив на одном месте от 4 до 7-8 раз, переступаем в сантиметр ближе к бровям. Равномерно распределю пальцы по этому лбу. И проходим несколько раз. Разминание по времени выполняется в два раза больше, чем растирание. Вы представляете, если мы будем делать это с мазью или маслом каким-то, а косметический массаж так и предполагает выполнять какие-то, то намного легче выполняется. Это я этапно, с поселбой, иду на переноси, на брови. Точно так же и эту сторону. После бровей иду на щеки, нос пропускаем, потому что на носу бывают различные проблемы. Все пальцы, пять пальцев, захватывают и выполняют такое кольцевое движение. Здесь есть кольцевое движение, меняется на прямолинейное или кольцевое, на височную часть. Затем прорабатываем десна верхней челюсти или сбу верхней челюсти, потом нижней, потом губью. И переходим на подбородок. Возникнет вопрос, а как волосы? Волосы, конечно, не мешают мне. Но схема приблизительно та же самая. У женщин, допустим, волос нет. И разминание нижней челюсти с переходом на шею. Здесь нужно быть очень осторожным, потому что щитовидная железа, треугольник там, где она выходит из-за груди, лучше его не трогать, гладить. После этого идет поглаживание, переходное поглаживание, поэтапное. И переходим к элементам вибрации, которые можно выполнять с элементами точного воздействия. Начинается салба, этап салба. По времени длится минута-полторы, потому что чередуется с элементами точного воздействия. Это такое легкое касающее стягание. Поглаживание 3-4 раза и точное воздействие. Я безымянные пальцы ставлю за ушами, насосовидные отростки. Среднее перед ушами тут ямочка есть. И разрез глаза. Вот три точки справа и слева. И начинаю оказывать фельсирующее сжатие. 4, 5, 6, 7, 8. Резко отпускаем. Опять выполняется постукивание пальцевое. С переходом на верхнюю челюсть. Стягание легкое. 5-6 раз. Поглаживание. И вторые точки давятся. Или эти повторяются. Или эти повторяются. Или какие-то другие. Допустим, крылья носа и точки на нижней челюсти. То же самое. Прижимаются умеренно. Стараемся так, чтобы было со всех сторон одинаково. Подавили. Подавили это на деснах. 2-3 пальца каждой руки. Оказывают воздействие на ту или другую точку на зубах. И после этого поглаживания. При помощи салфетки снимаем остатки. Лосьоном каким-нибудь. Остатки крема или мази. И больной может отбихать. Прикроем лицо. После снятия прикрыли. И 2-3 раза прошли поглаживание, чтобы забрать остатки. И на этом массаж заканчивается. Спасибо.